Сегодня 22 марта Очередные прогулки художника по городу Я присел здесь для того, чтобы нарисовать вот этот уголок Выглядывающую церковь Михаила Архангельскую Но тут ходил мимо человек, заинтересовался, что я рисую Сел рядом, и я узнал в нем нашего известного профессора-историка Дулова Он меня не узнал, хотя мы с ним как-то пересекались и разговаривали даже Но я его спросил о том, что меня интересует Вот что он мне ответил Вот, Александр Селудь, вот мы сейчас с вами сидим на Амурской, вот та луговая, да? И разговариваем про переименование улиц Точнее сказать, не переименование, а восстановление, да? Восстановление названий, да? В некоторых примерно 20 Всего у нас в городе 420 улиц Я считаю, что примерно 20 названий, стоя бы восстановить Ну вы, вот почему я как бы противлюсь этому? Я вижу в этом очередное вторжение Вторжение в историю А история, она, наверное, все-таки не должна позволять переписывания Я, знаете, я предложил в свое время, давно уже Сделать следующим образом То есть мягко поступить Ничего не возвращать, как сказать, канцелярским способом А вот то, что сейчас они начали делать Это, я считаю, чуть ли не по моему совету Двойные названия Я вот свои работы, вот эту вот работу, которую я нарисовал сегодня, да? Ага Я ее назову, и все свои работы, которые я нарисовал Я их обычно именую На углу Амурской И какая у нас Горького-то она раньше называлась? Ха-ха, у меня вылетела из головы Харламберская улица Харламберская, да Вот эта работа у меня будет называться На углу Амурской и Харламберской Вот я считаю, что я поступаю по отношению к истории мягко А вот те, кто придет и собьет эти таблички Те, кто перепишет все это И как-то все передел И что характерно Я думаю, что потом Если это название будет все время звучать То народ сам выберет Подождите, я ведь не собираюсь все названия переписывать 20 улиц исчезло, все 20 Одна 21-я часть всего-навсего То есть вы Это что, трагедия? Нет, ну вы одну 20-ю историю хотите переписать все-таки Не переписать, а восстановить Ну, ну А вы знаете, это восстановить для вас, если вы жили на этой улице Которая Луговая А для тех, подождите, а для тех, кто родился на Луговой Вы ее Вернее, для тех, кто родился на Марата Вы, как бы, родную-то улицу уничтожите Ну ничего страшного не будет Марат у нас не жив в России Это понятно Это понятно Ну, французский эволюционер, так сказать Видите, в чем дело Я скорее противлюсь не восстановлению Естественному восстановлению улиц Я противлюсь, как бы сказать, комиссионному К комиссарскому восстановлению Когда это делается по велению переписывателей Вот это восстановление, если бы оно произошло само собой Или хотя бы в процессе дискуссии Ну вот подождите Вот об Амурской поговорим Она названа была в 1858 году В честь того, что Был заключен договор с Китаем О том, что Левый берег Амура Весь принадлежит России Вы представляете, это Муравьев Амурский возглавлял это дело И без Военных действий Без пролития крови Огромная территория была Присоединена к России Это же подвиг просто Да кто же против-то Кто же против того, что она Амурская Вот Кто же против В 1858 году Там поставили сразу же Амурские ворота Я считаю, их тоже надо восстановить Да, да И улицу назвали Амурской сразу же А вам не кажется, что было бы справедливым Вот как я Когда делали на Урицкого ремонт Там вот недавно, в прошлом году Или позапрошлом делали А я Так и ждал, думаю А почему бы под этот ремонт Ее и не переименовать Между прочим Я говорил Вот если вы сможете восстановить Эту улицу в ее первом том состоянии Когда она была Пестеревская 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 Да, ну вот Урицкого Ага И я так и говорил Если вы восстановите ее В том виде, когда она была Пестеревской Вот тогда Мы будем иметь полное право Ну, вы знаете Она ведь мало изменилась С сравнителем Ну Там были магазины в основном Там пассаж этот не восстановили Самое главное Я ждал, что восстановят этот стеклянный Пассаж Там же был Ну так он Фактически существует Только надо Стекло Ну да, надо Только надо Ну кое-что там доделать Вот И меня вот, например, удивляет Или давайте Опять же Надо же быть последовательными Или мы давайте Тогда все улицы вернем Все тогда давайте вернем А зачем все это возвратят А почему мы тогда вот Своевольно Решаем в истории В истории решаем Вот это мы сделаем в истории А это мы в истории не сделаем Я хочу восстановить название Тех улиц Которые наиболее интересны Для Иркутска Понимаете Вот что касается Ленина То Его все равно не забудут Или Карла Маркса То есть их можно оставить Это фигуры мирового значения Да А Изменим мы название улицы Ничего страшного В памяти Пленина Останется, конечно А название оригинальное И подчеркивает роль Иркутска В истории А вот Следующая улица Луговая Да Улица Марата Да Так вот По ней в 18 веке Жители Иркутска Вот этой части Выгоняли Скотт на Лугах То есть туда, где сейчас Драмтеатр И Этот самый Ну да Ну вот смотри Вот смотрите Почему бы Это, наверное, самое древнее Название Иркутских улиц Прекрасно Почему бы его не восстановить А потому что лугов нету И потому что коров уже не выгоняют Вам не кажется? Нет Ну это же интересно Это, наверное, самое древнее Название Иркутской улицы То есть Где-то еще, наверное, в конце 17 века Так она пусть у нас в истории В истории И остается Луговой В истории Но я ведь Вы знаете Я бы с удовольствием жил бы на тех улицах На Луговой Ходил бы по Тихвинской Я бы с удовольствием Но я как только подумаю Что опять кто-то Будет решать Вот эту мы переименуем А эту мы не переименуем Вот это мне нравится А вот это мне не нравится И все Начинается волюнтаризм в истории Так я думаю В данном случае решать Может быть должны специалисты А может голосованием народа Да Да Ну это может быть самый был Ну видите, с голосованием Насколько все сложно сейчас Как бы Сами знаете Как сейчас голосование происходит Это ведь как подаш Как подаш это все Разные были голосования Ну а вот Была улица Кругобайкальская Взяли ее Назвали в честь Космонавта Черезковой Да А ведь название Это оригинальное Да В каком городе Может быть Еще такое название Ну кто же против Что все названия Родные Они гораздо лучше Ведь Как бы Не в этом сомнение Сомнение не в том Что родные Они и есть родные Но дело в том Что в свое время Мы Вы Кто-то еще Не уберег это И их поменяли Ну и что Надо восстановить Наиболее интересное Для Иркутска Название Ну ладно Всего 20 Хорошо Мне много не надо Почему не 21 Ну может быть 21 А если 15 Может быть 22 Ладно Понятно Очень интересно Я не знаю Вы участвуете Но сейчас вот Эта тема Она В интернете В фейсбуке Она постоянно Она постоянно Как бы поднимается Особенно же Ведь тут Столетие Недавно было В 1920 Году Был декрет О переименовании Да В 20 Их Все скопом Переименовали Да Много Прямо был Специальный декрет Да И вот тут Хотели наши историки Так сказать Ваши последователи Хотели К 20 Году Ну спустя 100 лет Как-то Ознаменовать Это Но Но Не совсем Это получается По разным Причинам Видимо Я знаю Я думаю Что этого сопротивляются Даже не такие Как я И не Власти А администрация Для которой Это головная боль А скорее всего Сопротивляется Сама история Как история Может сопротивляться Большинству Населения Наверное Не хочется Этого Они привыкли К своим улицам Я думаю Где-то пополам Делится Мнение Мне кажется Часть против Но они Не потому что Привыкли А потому что Ну я не знаю Вы понимаете Вот человек Родился на улице Ленина Есть даже Песня такая Я родился На улице Ленина Да И вот Что теперь А он хочет Чтобы он Ну я не знаю Может быть Сейчас уже Ленина все Возненавидели Конечно Даже многие Стесняются Ленин тоже Натворил Ошибок немало То есть Ну улицы Это были названы Были названы Наверное И может быть Понимаете В свое время Маркс Энгельс Основывалась Главным образом На судьбе Рабочего класса В Западной Европе Его много было А скажем В Азии В Африке Почти не было Пролетариата Они Исходя из Интересов Пролетариата Действительно Создали Создали В свое время Я считаю Великую Идею Великую Традицию Но Шло Время И Оказалось Что Наверное Лучший Строй Это Не коммунист А Что-то Среднее Между Капитализмом И социализмом А у него А у него Вот Швеции Сейчас Ну Не подгоняем ли Мы Сейчас То что хотим Под то что есть То есть Может быть Все таки Там не социализм А Ну К социализму Может быть Они не имеют Отношения Может быть Это хороший Капитализм С человеческим Лицом Ну Ну Это вот Называется Теория Конвергенции Если не ошибаюсь Да Вот это Соединение Ну я не знаю Как там Теории Но я считаю Что Должен быть Какой-то Строй Соединяющий Лучшие Черты Капитализма И социализма А как вы Думаете Сейчас в Китае Не то Вот это Это Происходит Может быть Китайцы Идут Именно К этому Швеция Я считаю Вот В порядке Удачная В этом Отношении Но Во всяком Случа Буржуазия Конечно Платит Большие Средства За то Что У них Есть Потому Что Сейчас Господство Буржуазии У нас Фактически У нас Сейчас У нас В России Господство Не буржуазии А по-моему Бандитов И воров Вот у меня Такое мнение Это не та Буржуазия Спасибо вам большое За разговор Счастливо Вам тоже Спасибо Интересно Поговорить С вами было До свидания До свидания Побеседовали 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 Мы все очень хорошо сказали Покажем это в интернете Люди будут очень радоваться И вспомнят вас И много вам передадут Будут Да Всего вам доброго До свидания Вот такие встречи Во время прогулок По городу Иркутску Это профессор Дулов Грустный разговор А главное Как-то вот У меня такое впечатление Все равно Он меня не слышал А может быть Я не умею Говорить То что хочу донести Еще раз повторю Я не против Старых названий Я против Их Насильного Переделывания Ну ладно Вопрос Дискути Господи Короче Дискутироваться Все это должно Обсуждаться Дискути